На премьере этого фильма в кинотеатрах плакали все. Не сдержал слез даже генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. В верхах эту картину вообще любили невероятно. Говорят, на просмотр в Кремль ее возили 13 раз. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Тайны нашего кино». С вами ведущий Иван Усачев. И сегодня я расскажу вам о самом трогательном и веселом советском фильме «Мужики». Сегодня вы узнаете, как Александр Михайлов стал главным мужиком советского кино. Тысячи писем просто. Я такого количества писем никогда не получал. Вряд ли буду получать. Что случилось с детьми главного героя? Как фильм изменил их жизнь? Это этот куда? Это артист. А, ну, хорошо. И почему никто из них так и не стал актером? Лучше сыграть одну роль хорошо, чем 20 так себе. Правда ли, что жизнь создателей фильма оказалась гораздо драматичнее его сюжета? Вся семья с такой ужасной трагической судьбой. О чем жалеют очевидцы съемок? Жители Ставропольской деревни Татарки. Вообще решался вопрос взять меня на роль этого парня. Об этом вы узнаете в нашем сегодняшнем выпуске. Напомню сюжет. Герой картины Павел Зубов приезжает в родную деревню и неожиданно узнает, что у него есть дочь. Мама девочки умерла и теперь ей грозит детдом. Зубов берет на воспитание родную дочь и вместе с ней и других детей, бывшей возлюбленной. Фильм после выхода на экран сохранил от распада тысячи советских семей. В этой квартире мини-зоопарк. Хозяйка дома – та самая Полина из фильма «Мужики». Она уже много лет занимается разведением домашних животных. Именно это стало делом жизни Ирины Ивановой, а не съемки в кино, как проще ли ей многие. Мама подпихивала, иди, иди, снимайся, снимайся. Но это не мое, мне это не нравится, я не хочу этим заниматься. Лучше сыграть одну роль хорошо, чем 20 так себе. Принимай гостей, Полина. Здравствуйте. Желаю посмотреть, как вы тут живете. Хорошо живем. Лучше всех, да? Не хуже других. В картину Ирина Иванова попала благодаря режиссеру Искре Бабич. Она нашла фотографию девочки в пыльной папке с кастинга фильма «Приключения электроника». Парень, ты кто? Электроник. Витя, вот твой. А ну, давай сюда. В детскую комедию московскую школьницу так и не пригласили. А вот Бабич поняла, что хочет снимать именно эту девочку. Она, в общем-то, пригласила меня на этот фильм. Вот. Я приехала на студию, мы с ней побеседовали. И она сказала, хочешь ты, не хочешь, нравится тебе, не нравится, но сниматься будешь ты. Деваться было некуда, и Иванова согласилась сниматься в картине. Кстати, оригинальная версия сценария хранится у Ирины дома до сих пор. Для нее это драгоценная реликвия. Здесь даже еще есть пометки, которые делала сама Искар Бабич. Поля, ты знаешь, что я, я твой отец? Знаю. Исполнитель главной роли Александр Михайлов к сценарию отнесся с меньшим восторгом. Играть папу Полины он наотрез отказывался. И давай-ка мы с тобой эту пластиночку сменим. Раз и навсегда. Помните, хорошо, что вначале я не очень поверил в эту историю, потому что мне казалось, что там много такого неправды. Тем более, у меня какие-то другие были еще. Предложения были интересные, как мне казалось. Чтобы уговорить Михайлова, режиссер картины познакомила актера со сценаристом Валентином Дьяченко. И оказалось, что мужики – это невыдуманная история. Напрасно, старушка ждет сына домой. Ей скажут, она зарыдает. После Великой Отечественной войны будущий сценарист работал шахтером в Республике Коми, где отбывал срок по обвинению в шпионаже. Там он опекал малолетнюю заключенную Олю. Ребенка посадили за то, что она ушла с торфяных разработок домой помыться. Именно с нее Дьяченко списал портрет Полины. Мамки. А после освобождения Дьяченко женился на женщине с двумя малышами, для которых стал отцом. Чужих детей он воспитывал до последних дней своей жизни. Тут произошло какое-то такое сочетание. Казалось бы, эта история, ну, нереальная, ну, невозможно такого. Хотя жизнь иногда такие факты подсовывает, такие удивительные истории, что думаешь, ну, не может быть такого. А оно может быть. Сыграть деревенского мужика Михайлову не составило труда. Он сам родом из Забайкальской деревни. А вот Ирине Ивановой, коренной москвичке, не все было понятно в сельском быте. А особенно трудно далась сцена продажи коровы. И из кролитерчки ты должна плакать, понимаешь, корову уводят. Это очень такая драматичная ситуация. И она так улыбает, ну и что, ну пусть уводит. Насколько человеку, которому абсолютно все равно, есть корову, нет коровы. Сложность, она заключалась в том, что надо было не просто как бы плакать, да, и как-то переживать, надо было влезть в эту шкуру. И довольно-таки так сложно было, да. Пол садил дед. Требку помню, да, вступление хорошо помню. В этом солидном мужчине уже не узнать еще одного героя фильма «Мужики». Мальчика по имени Павлик. На момент съемок ему было всего 4 года. Режиссер, в принципе, умел найти подход с детьми, так что все это было как своего рода игра. Сегодня Петр с иронией рассказывает, как ему тоже не хотелось плакать во время съемок. Начали накручивать. Тебя все кинули, тебя все бросили. Все, вон поезд, все, никого больше нет. Ты остался один, и делать тебе нечего, и нафиг никому не нужен. Все. Ну, и что-то вот надломилось, я заплакал. А ты меня узнаешь, а? Партнером 4-летнего Петра стал знаменитый Анатолий Солоницын. Тот самый Андрей Рублев из одноименного фильма Тарковского. Да какие же они грешники! Да какая же она грешница! Даже если платка не носит! Ну! К моменту съемок в картине «Мужики» он уже был мировой знаменитостью. Я его воспринимал просто, ну, какой-то дядька. То есть, пообещал шоколадку, еще там что-то. То есть, когда на вокзале, на, подошел. Хочешь шоколадку? Вот такую, а? Пойдем. Анатолий Солоницын, который сыграл маленький эпизод, но он такая судьба. Я не мог жить вместе с тобой. Да, судьба! Действительно, можно, если настоящий артист, можно сыграть вот в маленьком эпизоде, в каком-то, так сказать, сыграть судьбу человеческую. Сыр! Прости меня! Роль спившегося художника стала для Солоницына одной из последних в жизни. Великий актер умер от рака легких после продолжительной болезни. С малолетними актерами пришлось возиться всей съемочной группе. Особенно неугомонным оказался актер, которому в фильме досталась роль немого мальчика. А вот с мальчишками, конечно, сложнее было. Хулиганы были уж какие. То есть они целыми днями бегали по гостинице вниз-вверх. Всем приходилось за ними следить, их контролировать. С кем проблем на съемках почти не возникало, так это с собакой. Дрессированного пса на роль Рекса искали по всей Москве. Это была умнейшая собака. Ну, как собака, она думать не может вроде бы. Но я видел, как режиссер Искар Байович, она сказала, мне надо, чтобы она вот здесь вот прошла и легла вот здесь. По слову мотор. Мотор, Рекс, он встал, прошел, лег. Это фантастика. Вот так. Сцена с Рексом, который бежит за такси, вот уже более 30 лет не оставляет равнодушным ни одного зрителя. Хороший, Рекс, хороший. Фильм «Мужики» стал одной из самых трогательных советских картин. Мужественный поступок главного героя вызвал широкий резонанс. Ну, там тысячи писем, просто я такого количества писем никогда не получал, вряд ли буду получать. И письма разные. Я знаю, что сотни семей соединилась благодаря этому фильму. Сам Михайлов своего Пашку Зубова по количеству детей давно переплюнул. Конечно, очень хорошо. У меня всего четверо детей и один внук. Еще бы троих мужем возраст. Поэтому я бы очень хотел иметь семерых детей и десять детей. Не отстает от популярного актера и его экранной дочь Ирины Иванова. Все эти годы она занималась воспитанием детей. Ради них ей даже пришлось уйти с работы. Иванова служила в ГИБДД. Я не стала актрисой, но я стала мамой. У меня продолжаются мужики. Только у меня три сына, на одного больше, чем в мужиках. Дети уже большие, старшие двое женаты, у них своя семья. Младший сейчас заканчивает школу. Невероятно! Но Ирину Иванову зрители узнают даже сегодня. Меня узнавали через 10 лет и через 20 лет. И через 30 лет меня периодически узнают. Поэтому пытаюсь там то волосы закрасить, то в очках ходить. Петр Крылов тоже не стал актером. Хотя в кино приглашали не раз. Он директор представительства одной международной строительной компании. Своей семьи пока у него нет. Я, честно говоря, не знаю. На месте главного героя, насколько бы я решился. В современном, так сказать, мире со всеми соблазнами. Насколько бы я решился на такой шаг, как он. То есть, ну, шаг серьезный. Так, почему надо брать? Все вместе поедем. Все вместе к вам. Все вместе. Рассказывают, что когда картину показали Леониду Брежневу, он прослезился и распорядился выдать премию актерам Александру Михайлову и Бузылеву Крыццо. В результате одному дали 5000 рублей, а другому 500. Большие деньги по тем временам. О других интересных фактах далее в нашем выпуске. Вера Лескова сыграла продавщицу универмага. Для кого шубка-то, Павел Матвеевич? Есть ли не секрет? Секрет. Так, раз. Сегодня актриса снова попытается вспомнить, как это упаковать дубленку без всяких пакетов и сумок. Кладете, раз, кладете, вот так. И с этой стороны берем вот так уголочек. Потом с этой вот так. И прижимаем к себе, чтобы упаковать вторую сторону. И завязывали на такой вот узелочек. Получите, пожалуйста. Оказывается, театральная актриса Вера Лескова родная мама Петра Крылова. Когда Искре Бабич понадобилась актриса на эпизодическую роль, она, не раздумывая, отдала ее Лесковой. Привет, красавица. Привет многодетному папаше, папе-герое. Напарнице дали настоящую продавщицу. Ну, просто вот пригласили продавщицу. Она в этом отделе стояла и сказали, что вот, будет вторая продавщица с вами, и все. У Лесковой с картиной связаны романтические воспоминания. Дело в том, что один из актеров фильма, легенда советского кино Петр Глебов, решил за ней приударить. А у нас в номере стоял такой старый телефон, в который, когда говоришь, все очень слышно. Вот, и я Петеньке говорю своему, я говорю, Петенька, если позвонит дедушка Петя, вот, я говорю, ты скажи, что мама нет дома. Однако провести Петра Глебова матери с сыном не всегда удавалось. Ну, вот звонит вдруг Петр Петрович, и говорит, Петя подходит к телефону, он говорит, Петенька, позови маму, пожалуйста. Петенька говорит, а мамы нет дома. Он говорит, ой, надо же, как жалко. А ты чем занимаешься? Он говорит, ну, рисую, читаю. Он говорит, ну, какой ты молодец. Ну, хорошо, позови маму. Он говорит, ага, мам, тебя. Нет, мадам, я не ваш котенок. Все эти годы Лескова блистала в театре имени Пушкина. В кино ее не приглашали. Актриса снялась всего в восьми фильмах. У меня нет такого, как есть артисты, которые заходят и говорят, простите, вам такие артистки не нужны, или артисты? Я, например, так не могу. У каждого своя судьба. Только раз холодный зимний вечер Мне так хочется любить Непростая судьба сложилась и у актрисы Светланы Тормаховой, сыгравшей в фильме инспектора социальной службы. Сцена, где Михайлов берет за грудки Тормахову, придумывалась актерами прямо на съемочной площадке. Эффект получился неожиданный. Зрители еще долго сватали отца-одиночку за чиновницу. Слушай, извини. И я помню, много раз почему-то говорили зрители, и мы выходили с Сашей на сцену, и все говорили, сделайте вторую серию. Пусть вот этот герой вот на ней женится, потому что они будут чудесная пара, они так подходят друг другу. Это смешиво. Спасибо вам. Ну, спасибо, сестринка. Гражданин Слюбов. Хотя таких ярких ролей в биографии Тормаховой больше не было, в 90-е она продолжала сниматься в эпизодах, продавала пирожки, шила одежду, а потом выучила английский и уехала в Стамбул. В Турции актриса вышла замуж, поступила в университет, но вскоре и там осталась одна. Это было чудовищное состояние, хотя я не могу сказать, что я до сих пор это вот все как-то вспоминаю, как что-то очень горькое, болезненное. Нет, я отодвинулась от этого и пошла вперед. Добрый вечер. Спустя два десятка лет Светлана Тормахова снова снимается в российском кино. Правда, часто без особого удовольствия. Своего режиссера она так и не нашла. Вот есть такое понятие сейчас, такой настоящий, как я говорю, настоящий советский человек. Когда есть сердце, душа, и когда у человека есть такое желание, это даже не могу сказать, что она снимала. Вот ей хотелось высказаться. И она это сделала блестяще. Смотри, кто идете! Пашка зубов! Здорово, мужики! Картина «Мужики» так и осталась самой известной работой Искры Бабич, любимой ученицы Ивана Пырьева. Снимала женщина, и женская интуиция, она намного интереснее мужской. Вот все полутона, которые она чувствовала, умела работать, потрясающе удивительный человек. Вот так быстро ушла из жизни. Вообще загадка какая-то. Искра Леонидовна, режиссер картины, долго боролась с раком поджелудочной железы. В надежде излечиться от страшной болезни, она уехала на природу, в деревню. Потом вернулась в Москву, но врачи уже не смогли ей помочь. Известный режиссер умерла в 2001 году, а спустя всего два года умерла ее дочь. Композитор фильма Владимир Комаров один из немногих, кто знал о страшной болезни Искры Леонидовны. Я с Олей очень тоже был в дружеских отношениях хороших. И в основном я узнавал от нее уже, потому что она в основном посещала эту больницу, и она мне сообщила о смерти Искры Леонидовны. Вот. А потом сама ушла из жизни. Молодая женщина. Федор, а ты давно последний раз письма получал, а? Лет 10 назад. Наверное, и то от тебя. Не прошло и трех месяцев после смерти дочери, как при загадочных обстоятельствах погиб ее отец, знаменитый актер Афанасий Кочетков. Ну, а меня зовут Дядь Гриша. Вот он, в одной из финальных сцен фильма «Мужики». Его нашли на улице без сознания, с тяжелой черепно-мозговой травмой. Афанасий Иванович умер, так и не придя в себя. Мы вспоминаем со всеми чувствами благодарности и на положительном таком эмоциональном уровне фильм «Мужики». Вот оказалось, что дальнейшая судьба авторов и некоторых членов их семей, она оказалась довольно плачевной. Этот суслик с канарейка, Степа, после себя, ты ведь порт оставил. А мы с тобой что оставим? Фильм «Мужики» снимали в деревне Татарки под Ставрополем. Туда и отправились наши корреспонденты. Любопытно, что многие герои легендарной картины живут там до сих пор, а некоторые по местам съемок даже водят экскурсии. Вот так в наши дни выглядит деревня, в которой снимали знаменитый фильм. Из-за близости к Ставрополю, всего-то навсего 20 километров, деревню Татарку облюбовали дачники. Но и сегодня здесь можно найти тех, на чьих глазах разворачивалась драма Зубова. Вот этот Павлик, который был светленький мальчик, вообще решался вопрос взять меня на роль этого парня. Алексей Алферов действительно чуть не стал одним из главных героев картины, но не подошел цвет волос. Зато для съемок позаимствовали его рубашку, ту самую красную в горошек. В ней снимался цыганенок. Дом Алексея Алферова стоит на улице Есентукской. Этот район деревни называют Нижняя Татарка. Именно здесь снимали практически все сцены фильма. Я даже, ну, раз, бывают в жизни моменты, я говорю, я живу, говорю, в татарском Голливуде. А вот в этом доме жила Полина. Крыльцо все то же, но это единственное, что сегодня напоминает о фильме. Еще одна достопримечательность татарки – родительский дом главного героя Павла Зубова. Нижняя Татарка, Есентукская 6, это вот реально дом, в котором жили родители по фильму. Но сам дом изменился практически до неузнаваемости. Остался лишь кусочек мазанки, как напоминание о киношном прошлом. Мазанка, хата, это как бы все, что осталось. Будь здоров, повыше. А вот в этом эпизоде режиссер сняла практически всех деревенских жителей. Люди такие настроенные были. Это праздник для нас был вообще. Праздник? Ну, а то вся татарка тут была, тут за двором была трава посеянная, столы стояли, тут свадьба такая была там. А это известный сегодня кинооператор Ирина Уральская. На той самой свадьбе она сыграла невесту. Ирина проходила практику в фотомастерской Мусфильма. Там ее и заприметила Искра Бабич. Попробую фотографии, выпечатали, я так, потом долго прикалывала, сходила в технику, показывала, разыгрывала. Говорит, ты что, замуж ушла? Я говорю, нет, замуж я пока не вышла, но свадьба будет. Мало кто знает, что Ирина Уральская могла стать главной героиней фильма. Но в итоге не подошла по возрасту и росту. Кстати, чтобы на съемках невеста оказалась выше, ей под ноги поставили специальную платформу. А в общем, горько! 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 Я помню, у меня было дико страшно и стыдно, потому что заставляли целоваться, а я никогда не целовалась, мне это было ну как-то совсем, я себя чувствовала неловко, неловко, и очень смущалась. Сегодня участники съемок, жители татарки, признаются, что пересматривают фильм чуть ли не со слезами на глазах. Ведь для них это живое напоминание об ушедших временах, когда еще праздновали свадьбы всей деревней, а в жизни встречалось больше настоящих мужиков. Смотри, кто идет! Пашка зубов! Здорово, мужики! А в луку оскородел! А что, стахан ведь семейной жизни! Здорово, ребята! Первый год проката фильм «Мужики» в кинотеатрах посмотрели почти 40 миллионов зрителей. По опросу популярного журнала «Советский экран» лента была признана лучшим фильмом года, а исполнителя главной роли Александра Михайлова зрители назвали лучшим актером. Вот уж правда, это по-настоящему народное кино. «Ой entendый» «Ой raison!»